В последнее время мы видим однозначную активность депутатского корпуса в протестном движении. Мы видели то, что творит Илья Пономарев, пытаясь прорвать цепь оцепления ОМОНа. То есть это все так называемое проявление ненасильственного протеста, когда под видом так называемого ненасильственного сопротивления готовятся агрессивные действия оппозиции. Прикрываясь своими депутатскими мандатами, официальными званиями, люди, в большом счете, идут на поводу у лидеров несистемной оппозиции. И однозначно можно сказать, что за ту кровь, которая была пролита, в частности, данные люди должны нести ответственность. Потому что те кадры, которые мы видели, где Илья Пономарев говорит, что, ребята, здесь тонко, здесь тонкая цепь оцепления, по большому счету, это конкретный призыв к прорыву оцепления. И тогда мы просто знаем, каким образом оправдывались, да, почему была вызвана давка, почему было вызвано, чем были вызваны столкновения с этим ОМОНом, говорили, что там некая узкая бутылочная горлышко, да. На самом деле это просто точка входа, да, на мой взгляд, что готовилась провокация. Я спросил прямую Илью Яшину, почему вы допускаете, что у вас на митингах присутствуют люди в масках? Вы же видите рядом с нами. На что я не получил конкретного ответа? На что было разведено руками, что я не знаю почему, они, наверное, прячут карманы. Хотя, с другой стороны, да, там, как он сказал, Илья, мы, говорит, дали поручение Дмитрию Гудкову, да, то есть лидер несистемной оппозиции, Илья Яшин, человек, который, по большому счету, не специализирован, а является обычным гражданином, дает поручение депутата Государственной Думы, и депутат Государственной Думы идет и выполняет какие-то приказания. Звание депутат, да, это же, в первую очередь, представитель власти. И когда власть законодательная пытается противостоять таким агрессивным способом власти исполнительной, то это, как минимум, противоречие всего происходящего. Что это такое? Это что, государство в государстве? Это что, законодательная власть борется с силовиками? Ну, вы знаете, это вот, например, яркий пример того, что пытается построить квази-государство, мы видели недавно на Чистых прудах, когда приходишь в лагерь к так называемым протестующим оппозиционерам, и видно, что на каждого хипстера, да, что там, на самом деле, протест не такой уж и не агрессивный, да, не такой уж и не насильственный, там уже существует своя служба безопасности, там уже по периметру расставлены достаточно внушительных размеров парней спортивного вида, там какие-то переговорщики с рациями, да, и с наушниками, которые координируют действия. Кто эти люди? Это ЧОП, это не сила правопорядка, это явно не полиция, да, может быть, у них еще и оружие есть, тогда когда мы будем проверять, что это за люди? Может быть, это как раз-таки те самые засланные провокаторы, о которых даже не знают устроители этих митингов, устроители этих протестов? Может быть, это вообще закамуфлированная агрессия? Я надеюсь, что у них хватит здравого ума не предпринимать никаких действий насильственного характера, хотя они всегда в последнее время заявляли, что мы с улиц не уйдем. Я надеюсь, не будет никаких провокаций, я надеюсь, люди, которые заявляют, что они хотят диалога, все-таки пойдут на диалог и не будут использовать наших граждан, нашу молодежь в своих сугубо личных и политических целях. Субтитры создавал DimaTorzok